Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полонского! Значит так, давайте по сегодняшнему ракетному обстрелу Украины, который произошел. Так вот, в цифрах он выглядит следующим образом. Это был один из крупнейших обстрелов Украины, по Киеву вообще самый крупный за все время войны. Значит, выпущено на сегодняшний день было. За сегодняшний день, извините меня. 70 ракет и 5 дронов Камикадзе, сбиты все 5 дронов и сбита 51 ракета. Значит, из 70 ракет 31 ракета летела по Киеву, из которых сбита 21 ракета. Вот такие вот расклады. Вот это все сегодняшнее удовольствие Путлеру обошлось приблизительно более чем в полмиллиарда долларов, то, что он сегодня по нам запулил. Интересен еще один такой момент, кроме экономической составляющей, что за сегодняшний день также пришла помощь, информация о новом пакете помощи от Соединенных Штатов Америки. Но он выходит довольно часто, раз в 4, в 5, в 8, в 10 дней. Вот так вот приблизительно. Этот раз на 400 миллионов долларов. Также есть уже пакет на 273 миллиона евро от Евросоюза на восстановление энергетики. Но это срочный пакет. И также помощь, срочная помощь от Швеции на более чем 40 миллионов долларов прямо сейчас. То есть мы все прекрасно видим, что как Европа, так и Штаты прекрасно понимают, что Украине приходится иметь дело с самой черной, самой фашистской, да я не хочу говорить на это образование государством, фашистской террористической организацией под названием так называемая Россия. Весь мир объединился вокруг Украины. Нам помогают абсолютно все. России не помогает никто. Мы Россию, как говорится, в свое время породили. Мы ее и похороним. Когда-нибудь на Красной площади, вы увидите. Все будет хорошо, ребятки. Без света можно посидеть. Это все ерунда. Мы выживем, мы выстоим. Это все пройдет, как знаете, как... Пройдет, как дым. Пройдет, как Россия. Была Россия. Не было России раньше. Ее не будет в будущем. Вот и все, собственно говоря. Мы были до России, мы останемся после нее. Что останется после России? Украина. Слава Украине.